Евгению Тишкину 16 и почти полжизни он занимается тайским боксом. Говорит, увидел по телевизору соревнования и захотел научиться также. Ему это бесспорно удалось. Женя неоднократный победитель первенств города Сочи и Краснодарского края по тайскому боксу, а теперь завоевал и золотую медаль на Кубке Европы. Парень уверен, взять верх над соперниками ему помогла не только физическая сила, но и сила духа. Готовились, мы с всей командой, тренер хорошо тренировал. Мы за месяц до этого уже начали сбрасывать вес, чтобы подогнать. Я, к примеру, дрался на 54, а раньше весил 64. Я пришел скинуть 10 килограмм, чтобы идти в свой вес. Каждый день тренировались, иногда даже с утра приходили, иногда вечером тренировались. То интенсивная тренировка, то послабее, чтобы много отдохнуть было. Еще один воспитанник сочинской школы бокса, Аганес Хачкавангтян, привез из Турции бронзу. Первый бой парень выиграл, а вот во втором уступил сопернику. В итоге занял третье место в своей весовой категории. Может, где-то функциональных крестоданок не хватило, может, еще что-то. Ну, по решению судей отдали победу сопернику из Турции. Надеялся, что победа у меня останется. Ну, так вышло. Еще время есть впереди еще. Я надеюсь, не один раз с ним встретимся. Будет начало раньше. Всего в составе сборной России на этих соревнованиях выступали 11 спортсменов из Краснодарского края. 9 из них взяли призовые места. На счету сочинцев 2 золотых медали и по одной серебро и бронза. Это результат работы краевой программы развития физкультуры и спорта. Тренер результатами выступления воспитанников остался доволен. Не огорчило его даже обидное третье место Аганеса. Бой был ровный абсолютно. Ну, в гостях надо наголо выше выигрывать. Поэтому с местом дрался парнем с турком. Все хорошо. Я бой смотрел, бой я доволен. Как бы могу сказать за него, что в России конкурентов мало у него. Поэтому еще сказался тот момент, что здесь легко выигрывать соперников. А там как бы сильный соперник попался. Ну, что ли, спорт сегодня выиграл один, завтра другой. К слову, президент Краевой Федерации тайского бокса отметил, что подобный урожай наград на международных соревнованиях представители Краснодарского края собрали впервые. По итогам турнира будет произведен отбор в национальную сборную для дальнейших выступлений на соревнованиях континентального и мирового уровней. Галина Захарова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.